всем большой привет сегодняшнее видео теговое мне очень нравится снимать такие видео я очень люблю смотреть такие видео потому что благодаря этим вопросам вы обо мне можете узнать то что наверное просто так вы бы не узнали и это видео я снимаю совместно с наташей натали королева кликайте сюда и подписывайтесь на ее канал жаль что мы живем с ней ни в одном городе потому что если бы мы жили с ней в одном городе я уверена что мне бы удалось попробовать эту еду которую она готовит на своем канале мне кажется что я даже через камеру чувствую этот запах она тоже мамочку у ариана с ее сыночком разница буквально в несколько дней и последние месяцы беременности мы с ней дохаживали вместе у меня уже почти год знакомы с ней жалко что мы знакомы с ней только виртуально она очень хороший человек поэтому подписывайтесь на ее канал обязательно или давайте начнем я беру сейчас вопросы из под видео шимы она тоже блогер она тоже мама мы вместе с ней участвуем в конкурсе миссис мама youtube 2015 итак первый вопрос румяна или бронзер очень часто я делаю макияж и наношу тональную основу и бронзер но не наношу румяна но наоборот румяна без бронзера я не делаю никогда потому что тогда мое лицо как мне кажется теряется тональный крем или консилер конечно смотря какое тональное средство и насколько оно плотно но скорее конечно я выберу консилер потому что с ним можно замаскировать все недостатки при этом выглядит очень свежо и цвет лица будет ровным не всегда тональным средством можно этого добиться блеск для губ или помада помада и еще желательно матовая кисти или спонжи спонжами никогда не пользуюсь поэтому кисти тушь для ресниц или подводка для глаз тушь для ресниц однозначно я не представляю свои глаза с подводкой без туши с туши без подводки я представляю их отлично рассыпчатые тени или прессованные я пользуюсь только прессованными тенями и довольно натуральные или цветные тени натуральные цветными тенями я не пользуюсь или не умею пользоваться или мне просто это не идет. Честно скажу, что мне кажется, что мне действительно не идут цветные тени. Как мне кажется, у меня контрастное лицо, контрастная внешность и цветные тени могут украсить ее только лишь, если их нанесет суперпрофессиональный визажист. А так, я действительно считаю, что моему лицу идут нюдовые цвета и нейтрального цвета тени. Следующий вопрос. Нюдовый макияж или вечерний? Нюдовый и я больше всего люблю, когда нюдовые глаза и при этом яркие губы. Пишневый или фуксия или бордовый цвет. Я люблю именно макияж с акцентом на губы. Длинные или короткие волосы? Конечно, длинные. Короткие волосы, но в моем понимании это короткие волосы, короче, плеча примерно, но нет, я люблю длинные волосы. Светлые или темные волосы? Я была и блондинка, и брюнет. Я прошу прощения за музыку на заднем фоне. Итак, светлые волосы или темные? Я была и черной, и белой. На мне однозначно лучше смотрятся темные волосы, поэтому я всегда выбираю для себя темные волосы, несмотря на то, что иногда моя душа рвется к белым волосам, но мне идут темные. Длинные или короткие ногти? Честно скажу, что если бы я сейчас не была мамой, и мне не было бы грудного ребенка, у меня были бы сейчас длинные ногти. Дело в том, что длинные ногти это крайне непрактично, и я уже наращивала ногти после родов, и поняла, что это очень неудобно ухаживать за ребенком, проводить гигиенические процедуры. Сейчас я выбираю короткие ногти, но на самом деле с эстетической точки зрения я люблю длинные ногти. Светлый или темный лак для ногтей? Я больше люблю светлый лак для ногтей. Возможно, он будет яркий, но светлый. Джинсы или леггинсы? К леггинсам гораздо проще подобрать верх, на мой взгляд, по крайней мере, исходя из моего гардероба. И я чаще ношу леггинсы и кожаные штаны, что тоже, на мой взгляд, как леггинсы, чем я ношу джинсы. Юбка или платье? Однозначно платье. У меня в гардеробе огромное количество платьев и очень мало штанов и шорт. У меня есть большая, несбыточная, как я уже заведомо понимаю, мечта. Я хочу, чтобы все женщины носили платья и туфли. Мне кажется, тогда в мире воцарит гармония, если так будет. Но я понимаю прекрасно, что такого никогда я не увижу, чтобы все женщины ходили супер женственно одетые. Но тем не менее, я вношу свою лепту тем, что очень часто ношу платья и юбки. Ну, в теплое время года, конечно. Подожди, еще две минуты. Ваниль или шоколад? Шоколад. Я всю жизнь с ума схожу от шоколада. Я люблю шоколад во всем. Будь то косметика, будь то еда, будь то парфюм. Я везде люблю шоколад. Масло для тела или крем? Масло. Однозначно масло. И для волос, и для кожи, и принимать внутрь. И я надеюсь, что дальше я тоже буду использовать только масло. Белая блузка или рваные джинсы. А белую блузку с рваными джинсами. Знаете, здесь от настроения. И, наверное, вот сейчас я выберу рваные джинсы. Белая кожа с румянцем или загар. Я не люблю белую кожу. Я не люблю людей с белой кожей, честно признаюсь. Хоть я и сама супер белокожая. Я люблю загорелых людей. Сегодня экстремальная съемка. Мне приходится дистанционно развлекать ребенка. Вот и все. Все были вопросы. Я надеюсь, что благодаря им вы узнали меня больше и лучше. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал Наташ и смотреть ее теговое видео. То или это. Все. Пока-пока.